Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Алексей Душка, я журналист. Сегодня у меня в гостях Игорь Семиволос, директор Центра Ближневосточных Исследований. Игорь, здравствуйте! Да, здравствуйте! Сегодня будем, конечно же, говорить на самую популярную тему на этой неделе. Это НАТО. НАТО, Украина, Россия. И как же оценивают россияне, что НАТО Украину, оказывается, предало? Чего вот ожидалось от саммита? Об этом, о всем этом будем говорить. И, конечно же, на что рассчитывал Кремль во всей этой истории с НАТО? Но для начала давайте ответим на вопросы от наших зрителей. Напоминаю, что это блиц интервью, короткие вопросы, короткие ответы. Три вопроса от россиян, три вопроса от украинцев. Начнем с россиян, давайте, по традиции. Давайте. Такой вопрос первый. Вот Пригожин, если взять шахматную доску, какая фигура? Давайте не шахматную доску, давайте карты возьмем, это ближе, наверное. Не, ну почему? Шахматная доска тоже интересна. Я думаю, что это конь, который, собственно, ходит нестандартно. Вот даже если посмотреть на ситуацию с точки зрения объяснений его, насколько мы можем получать информацию эту, он сказал о том, что он психанул. То есть это как бы очень эмоциональная фигура, которая ходит очень нестандартно. Для москвичей выгоден распад России, интересуется зритель из России. Нет, Москве вообще не выгоден распад России, потому что Москва однозначно является главным выгодополучателем, собственно, очень многих благ, которые созданы в жестко централизованном государстве. Поэтому нет. Я думаю, что Москва как раз в этом больше всего потеряет. Правда, что у НАТО есть план бомбить Россию? Мой любимый вопрос от россиян. Да, ну, по-моему, нет. То есть, как минимум, все заявления НАТО, заявления американца свидетельствуют об обратном. То есть никто не собирается бомбить Россию. Пока что Россию бомбит только Путин. Три вопроса от украинцев. Первый. Возвращение Бахмута ударит по силам Российской Федерации? Как считаете? Это очень символический город. То есть, россияне положили там достаточно большое количество войск. Ему придали статус чуть ли не Сталинградской битвы. И, соответственно, а то это же битва за Берлин в некотором смысле. И поэтому, конечно же, потеря для них Бахмута будет серьезным политическим и военным ударом. А что повлечет за собой? Ну, особо ничего. Я имею в виду, развал фронта нет. Это не произойдет. То есть, россияне найдут тут способы опять рассказать о оптимизации фронта и так далее. Разочарование за бутылкой? Проблема в том, что российский народ сейчас не субъектен. Поэтому, собственно, разочарование за бутылкой по большому счету не дает ничего для решения судеб страны. Конечно, накапливается определенная усталость, накапливаются вот такие вот раздражения, где-то даже, возможно, настроения оппозиционные. Но в целом это мало что дает. То есть, конечно же, даже политическая элита по большому счету мало субъектна в России. То есть, субъектен только суверен и поэтому пока они могут, он может принимать любые решения и объяснять эти решения, как вот с Вагнером, например. Понимаете? То есть, он выступает, сначала рассказывает о том, что они предатели, правда, не называя имен, а затем он с ними встречается и находит какой-то комплекс. То есть, суверен только один. Суверен вот этот Путин и больше никого нет. Простые россияне готовы платить репарации. Они понимают, что это будет за их счет? Да, конечно. Те россияне, которые чувствуют вину за то, что происходит, они готовы платить репарации. То есть, они готовы, по крайней мере, к такому шагу. Они вербально об этом говорят. Ну, есть, конечно, такие, которые не готовы. Их большинство. А вот в процентном соотношении как считаете? Сколько таких? Я думаю, что словами Ленина крайне далеки не от народа. То есть, их, по большому счету, порядка несколько процентов. Давайте перейдем к темам, которые я озвучил в начале интервью. И поговорим сразу вот на то, что... Я вот уже вижу эти заголовки в российских СМИ о том, что НАТО предало Украину. Это там будут скоро визжать, прямо рассказывать, как, что. А вот объясните, кто-то вообще ожидал, что НАТО примет Украину вот прямо во время войны в Альянс? Нет. И я думаю, таких ожиданий не было. Если они и возникали, они, конечно, были, ну, скорее таким wishful thinking, что называется. Да? То есть, это выдаваемое, желаемое за действительность. Все прекрасно понимают, и это объяснили все, то есть, что в условиях войны Украина не может вступить в блок, потому что это означает начало войны с Россией. Другой вопрос заключается в том, ну, вот приглашение пресловутое, о котором сейчас многие говорят. Это приглашение, оно тоже упирается в решение всех членов Альянса. То есть, предварительное решение всех членов Альянса. Мы сегодня знаем, что Украина имеет 23 согласия, то есть, 23 страны Альянса, которые письменно подтвердили готовность выступить как раз за вступление Украины в Альянс. Есть еще Турция, которая, ну, как бы заявила о том, что Украина достойна быть членом Альянса, но... Но еще поторгуются. Но письменного заявления нет. То есть, условно говоря, 23,5 страны. Но есть страны, которые в Соединенных Штатах Америки, они прекрасно понимают, что они будут нести основную ответственность за принятие такого решения. Поэтому их слово, оно очень и очень тяжелое, важное в этой ситуации. И, ну, у них пока нет такой уверенности, что это сделать сейчас необходимо. С другой стороны, я думаю, что представители НАТО прекрасно понимали вот этот высокий уровень ожиданий со стороны Украины. И они попытались максимально уравновесить, собственно, возможности, которые они могут сейчас применить к нашим ожиданиям. И, собственно, сегодняшний день, то есть второй день саммита НАТО, он как раз показал, что существуют достаточно интересные наработки, которые в результате могут привести Украину ближе к Альянсу. И, с другой стороны, создать дополнительные условия безопасности. Давайте, я прошу, Игорь, прошу прощения, давайте сразу о наработках. Вот сразу о действии. Что самое интересное было сказано на саммите, то, что важно для Украины. Вот опустить все эти политические склоки, игры, торги. Понятно, один хочет одного, другой хочет другого. Для Украины что лучше всего и что опаснее всего для России? И сейчас вот было сделано. Какое предложение? Я думаю, что главное сейчас в любом случае оружие. В любом случае оружие. Мы сейчас ожидаем, ну вот, это ракеты, это крылатые ракеты, это, возможно, Атакамс, это, возможно, как бы, увеличение линейки других вооружений. Это, в конечном итоге создание вот этой коалиции авиационной, да, что все-таки уже, все, уже принято все решения, которые необходимы для того, чтобы украинцы обучались на F-16. Это, возможно, уже реализация новых проектов с тихоокеанскими странами. Это та же самая Южная Корея, это та же самая Япония. Сейчас это тоже может быть очень перспективным направлением. Затем, конечно же, это, собственно, Совет Украины-НАТО. И здесь очень важно, что предыдущая институция, которая существовала, в рамках этой институции там, возможно, знаете, Венгрия постоянно блокировала функционирование этой институции. То вот, собственно, этот Совет Венгрия блокировать не может. Это тоже, как бы, еще один уровень выше, чем предыдущий, и который позволяет нам работать непосредственно с первыми лицами. Это постоянный контакт и постоянная связь. Вот, мне кажется, это ключевые моменты, которые были заявлены. Говорят, что после встречи Путина, о боже, Путина вспомнил, Байдена и Зеленского, Путин нервно топал ножками. О чем таком могли говорить вне прессы, чтобы так произошло? Ну, я очень рассчитываю на Атакамс, я, конечно, на ракеты, потому что есть ряд целей, которые необходимо сейчас уничтожить, хотя бы для того, чтобы обеспечить наши преимущества на фронте. Тот же самый Крымский мост. То есть, мы прекрасно понимаем, что необходимо вот именно такие ракеты для того, чтобы можно было это уничтожить. Поскольку мы понимаем, что даже если решение будет принято, этих ракет будут поставлены немного, то это должны быть цели, которые достойны таких ракет. Вот. Собственно, вероятно, это может быть причиной столь нервного поведения российского диктата. Что может Кремль предложить в ответ на решения, которые примут Байден и Зеленский? Есть ли у них какие-то возможности, как это говорят, эскалации конфликта, когда уже все в Украине находится их? Ничего. Они ничего не могут. Если мы говорим о конвенционных вооружениях, то ничего они не могут предложить. Ничего. Все, что они могли, они уже сделали. То есть, нет никакого формата, мы еще не начинали. Нет никакого формата. Все, что можно, они уже сделали. Теперь все заключается в том, насколько нам удастся использовать вот эти преимущества. Ну, тут опять-таки я прекрасно понимаю, что проводить те же самые наступления без поддержки авиации крайне сложно. И об этом уже много раз говорили. И это обстоятельство, мы не можем сбрасывать со счетов и так далее и тому подобное. То есть, все эти вещи очевидны. Но, тем не менее. Есть ли у Кремля какой-то план, чтобы максимально насолить Украине по вступлению в НАТО, не знаю, там, затянуть войну? Например, вооруженные силы Украины выбьют российскую армию на границе 1991 года, а те будут постоянно там обстреливать наши территории. Считается, что война окончена или не считается, что война окончена? Не, ну, война окончена, когда подписано, ну, официально, формально, по формальным признакам война окончена, когда подписано мирное соглашение. Ну, вот, смотрите, Путин не будет подписывать. Но существует достаточно много случаев, когда мирное соглашение и мирный договор не подписаны. Ну, скажем, между той же Японией и Россией нет никакого мирного соглашения. А это говорит о том, значит, что, в общем, как бы никто не будет ждать этого мирного соглашения. Вот в куларах саммита прозвучала идея Анджея Дуды, польского президента, который сказал, что вот после окончания вот такой активной фазы Польша может возглавить миротворцев. То есть, как бы миротворческое такое подразделение, которое могут в том числе выполнять функции вот этого разграничения между Россией и Украиной по линии границы, например. А вот активная, простите, Игорь, активная фаза, это освобожденные все территории или активная фаза, это ВСУ подходит к Крыму, и Путин начинает всех набирать и говорить, давайте что-то решать, давайте там НАТО, еще там что-то хотите. Ну, активная фаза, тут есть разные, разные чтения, разночтения, так скажем, или разные точки зрения. Конечно же, Запад рассчитывает на то, что, рассчитывает на быстрый, быстрое начало переговорного процесса. То есть, они рассчитывают, что этот процесс начнется раньше, чем Украина выйдет на государственные границы. То есть, вполне возможно, что вот это обстоятельство, оно, кстати, прозвучало в интервью Владимира Зеленского один раз, когда он говорил о том, что, ну, что Украина, как бы, может рассмотреть формат переговоров, когда мы выйдем в Крыму. Ну, это один раз прозвучало, я не знаю, насколько это все концептуально проработано, это как одна из таких возможных версий, в ответ на те же самые, вероятно, сигналы, которые звучат сбоку Запада. Оптимально, оптимально речь идет о том, то есть, наша доктрина, по крайней мере, по состоянию у нас сейчас, говорит о том, что мы начинаем с россиянами переговоры только после освобождения всех украинских территорий. Выход государственным границам Украины 1991 года. Ну, вот, но это, это как бы... А зачем тогда переговоры? Все, они уже... Ну, как? Дело в том, что, ну, война должна закончена быть, то есть, это же, как бы, фиксация обстоятельств, которые сложились по состоянию тогда. Иначе, вот, ну, упомянули о том, что, вот, они могут продолжать обстреливать. Ну, вот, взять и сделать, там, 100-километровую зону на территории России прекрасно. Да, но это надо вести войну на территории России, это нужно применять какие-то другие уже механизмы. Есть замечательные механизмы РДК, Легион Свобода России. Пока их достаточно мало для того, чтобы обеспечить, вот, эту 100-километровую зону. Их радикально мало. Хорошо. Давайте, вот, подсуммируем. Как вы видите, вот, момент. Первое. Большой, огромный плюс, то, что нам дают оружие и, возможно, даже Атакамс. Я правильно понимаю? Да. Второй момент. Какой бы вы выделили, исходя из этого, то, что мы сейчас знаем, публично? Второй момент, то, что мы усилили свои институциональные связи с НАТО. Объясните, вот, что это значит? То есть, вот этот совет Украина-НАТО, который позволяет нам выступать на равных. То есть, там сейчас нет никакой страны, никакой процедуры, которая позволит кого-то, кто-то кому-то заблокировать наше участие. Это важно. Потому что, в предыдущем формате, там, любая страна, которая чем-то там недовольна, могла заблокировать наше участие в работе в этой комиссии. А другой момент. Там нет того, что называется, нет условия окончания войны. То есть, нет этого условия. Хотя, говорят, что оно было. То есть, вот, потому что окончание войны действительно могло позволить Путину бесконечно вести войну и таким образом не давать Украине вступать в НАТО. Что Украина должна показать? Что Украина должна показать, чтобы союз, альянс сказал, вот, этот момент, когда Украина будет принята в НАТО? Украина должна договориться с остальными членами НАТО, которые пока еще не готовы принять ее. Вот и все. США? США, Германия. Какие должны быть предложения от Украины, чтобы США сказала, yes, welcome? Это не будет одного предложения. Это постоянная системная работа со Штатами. Вот смотрите, вот, системная работа. Я очень хочу понять, вот, конкретно, что мешает? Что мешает сказать США, да? Ну, определенный страх. Определенный страх, что мы, как бы, ну, определенный страх дестабилизации Восточной Европы и, как бы, России. В Вашингтоне, по крайней мере, как мне кажется, и, может быть, я ошибаюсь, но очень похоже на то, все-таки пока не готовы к этому сценарию. Сценарию распада России. Поражение России в войне не может привести, может привести достаточно к плачевным результатам для России, для российского государства. И американцы пытаются этого избежать. В силу одного очень простого и логического обстоятельства, что лучше вести дело с одним игроком, чем с многими. Ну, смотрите, тогда у меня встречный вопрос. Если это произойдет, это уже будет, как говорится, сила обстоятельств, в которых, собственно, американцы будут работать. Тогда ситуация радикально изменится. Ну, хорошо, у меня тогда встречный вопрос. Мы тут при чем? Принимайте нас в НАТО. Давайте делать так, чтобы Россия не нападала. И пусть себе там хоть, ну, сами знаете, что на болотах делают. Да, конечно. Но вопрос, опять-таки, в том, что это же поражение России. Это же поражение России, собственно, которое приведет к серьезному внутриполитическому кризису. Хорошо. Опять возвращаемся к первому. Там тоже поражение России. И здесь поражение России. Да, там тоже поражение России. США не хочет, чтобы Россия проиграла? Нет, США хочет, чтобы Россия проиграла, но при этом не развалилась. Как минимум, я думаю, что вот где-то там. То есть она сохранила свою... Так от нас что зависит? От нас. Мы их... Практически все. Вот, понимаете, есть такие вещи, которые называются смерть Кощеев. Вот это и есть смерть Кощеев. Мы-то и есть смерть Кощеев. Вот в чем проблема. Вот как-то так вот сложилось. Ну, потому что Кощеев сам принял такое решение. Это он, сам Путин, определил для себя те болевые точки, от которых он умрет. И пытаясь спастись от этого, то есть даже если бы, предположим, он не напал, даже в 2014 году не напал. То есть, как бы, все равно вот после революции гидности произошли бы вот эти изменения. Может быть, сложнее, понятно, в политической борьбе и прочее, прочее. Но, тем не менее. Вот Украина все равно бы дрейфовала. Может быть, не так быстро, а может быть, даже быстрее. Дрейфовала бы в сторону Запада. Были бы вот приняты все те решения, которые приняты. И вполне вероятно, что к этому времени мы все равно бы подошли примерно к тем же самым результатам. Понимаете? Это как вот в альтернативной истории. Или там истории. Вот Генри когда-то описывал историю с молодым человеком, который идет разными дорогами. И в конечном итоге все равно там он живет разными жизнями, но в конечном итоге он все равно получает пулю в сердце. То есть, и эта пуля в сердце, она будет Путину. И он пытался пойти одной дорогой, и не получилось. Он пытался идти другой дорогой до 2014 года, и не получилось. Да, мы тут, как говорится, просто являемся частью истории политического процесса, в который вовлечены все мы. Все это пространство. И это попытка остановить историю, остановить процесс, развернуть его вспять, восстановить некую политическую, восстановить империю в конечном итоге. Да, мы оказались вот частью, в какой-то степени заложники вот этих маниакальных идей. Ну, в 20 веке огромное количество маньяков, которые тоже реализовали политические идеи. И очень многие страны Восточной Европы и Западной Европы тоже оказывались заложниками этих идей. Вот такая обстоятельность. Да, а вот НАТО, оно понимает, что вот Украина, когда она вступит в Альянс, что это будет для НАТО? Вот скажите мне, вот Украина вступает. Ну, это постучный фланг, это, конечно же, опыт, это сильная армия с опытом боевых действий. То есть, это опыт в первую очередь, да, то есть, эффективное использование той же самой западной вооружения. Потому что нигде это западное вооружение, кроме как на полигонах, не использовалось. А сейчас мы имеем полноценную возможность использовать его на поле боя. И поэтому очевидно, что для НАТО, то есть, как достаточно правильно сказано буквально недавно, что, да, мы нуждаемся в НАТО, но НАТО нуждается в нас в той же мере. То есть, мы уже достигли этого уровня, когда мы можем вполне серьезно об этом говорить. То есть, после окончания войны НАТОвские войска будут находиться на территории войны для того, чтобы обучиться у наших офицеров, сержантов, солдат тому, как нужно вести войну против той же России. Ну, против, ну, там же ж, я очень надеюсь, очень надеюсь. Против условного врага. Против условного врага, что по окончанию войны Россия уже не будет в состоянии вести агрессивные войны. Но, опять-таки, мы знаем в истории, что Россия, проигрывая войны, там, через лет 20-30 опять отряхивала перышки и пыталась восстановить статус-кво. Поэтому, конечно же, формат возможного реванша не должен опускаться, то есть, вариант. Но, да, при этом, конечно, мы можем действительно быть очень эффективными и обучать западных коллег методом ведения войны в условиях, которых они не знают. Давайте ответим на второй блиц от наших зрителей. Напоминаю, здесь нужно продолжить фразу. Вот первая фраза, которую предлагает зритель, звучит так. У Российской Федерации есть шанс не развалиться, если... Продолжите фразу. У Российской Федерации есть шанс не развалиться, если Путин примет решение о выводе войск сейчас. Ну, это отдел фантастики, он на втором этаже, да? Да, это отдел фантастики, он на втором этаже. Все остальное, это в любом случае дестабилизация. Всякая дестабилизация, мы видели это по 90-м годам, она создает точки бифуркации. В том числе внутри России возникают сепаратистские движения очень быстро. Те же самые, та же самая Сибирь, тот же самый Дальний Восток. Это если говорить о так называемых русских регионах. Вот. Ну, я уже не говорю о Поволжье. Там тоже могут возникнуть. Я, в общем, как бы... Там, естественно, когда мы говорим об этих республиках, мы понимаем, что там коренного населения, собственно, где-то, может быть, меньше, чем российского населения приезжего. Но, опять-таки, все определяется обстоятельством. В 90-е годы сепаратизм, стремление к независимости, Татарстана был достаточно четко артикулирован. Да, я думаю, сейчас они сидят и потирают ручки и ждут. Поэтому я не исключаю, да, что в какой-то момент все ситуация резко изменится. Поэтому так, да. Вооруженные силы Украины зайдут на территорию России при условии... Вооруженные силы Украины зайдут на территорию России при условии, что россияне попросят. Интересный вариант. Путин примет условия Украины, когда... Путин примет условия Украины, когда потерпит поражение на фронте. А будет Путин принимать их или кто-то другой будет ставить галочку? Ну, какая разница? Путин – это суверен в данном случае. Я предполагаю, что вот как с Крымской, Первой Крымской войной, там же ведь тоже, собственно, решение принималось уже после смерти Николая. И дальше война еще продолжалась полгода. А потом они все, они сдались. Ну, то есть вот как-то так. То есть я думаю, что здесь примерно возможно и такой вариант. Ну, и ходят разговоры о том, что Путин готовит себе там уже преемника. Хотя я не думаю, что для подобного человека это просто оприори невозможно. Как бы любой преемник для него – это опять-таки демонстрация слабости. И он и так продемонстрировал достаточно много слабости в последнее время. «Россия будет бомбить мирные города, пока…» Продолжите фразу. Пока будет война, к сожалению. До последнего. То есть там сидят настолько моральные уроды, что им все равно, что происходит на фронте. Они не понимают поражение, не поражение. Они будут до конца нажимать на кнопки и отправлять сюда шахеды и бомбы, да? Да, да. Самый важный урок для россиян после этой войны. Продолжите фразу. Даже не знаю. Понимаете, я боюсь, что с уроками у них проблема. Тогда пусть делают домашнее задание. Это им обязательно обеспечат вооруженные силы Украины. Игорь, большое вам спасибо за сегодняшнее интервью. Очень интересная аналитика. Будем ждать. Это Камсов. Давайте вот это вот ждать. Это очень нужная сейчас вещь, а не политические заявления. Хорошего вам дня и ждем победы Украины. Да, спасибо. Ждем победы Украины. Слава Украине. Героям слава. Продолжение следует... Продолжение следует...